I still hear your voice when you sleep next to me I still feel your touch in my dreams Forgive me my weakness, but I don't know why With that to return to survive I still feel your touch in my dreams I'm Danalia, and this is the coolest thing in the past, in the past, in the past We were in the first time in the first time But now in the first time in the first time он клячей теперь это очень крутые лошади с классные просто суперской анимации у которых проработаны абсолютно все аллюры прыжок свеча окрас и то есть ребят это вот самая наверное дешевая короче да самая дешевая крутая лошадь и она у вас только одна то есть если вам жалко потратить и станок и на краску то очень хорошо подумайте ближе чем выбирать какой масти вы хотите себе началку или если у вас устраивает оставить эту началку которая у вас есть когда я сошла сюда вчера в день обновления тут был полный кошмар было очень много народу и все на вот эти вот начальных юрвинских чистокровных лошадях и вообще у меня челюсть просто пола я решила съездить в манеж так и там народа было дофига я даже не дошла до него я еще издалека увидела что там просто полный манеж вот полным полно людей не аж это стало совсем не по себе я скриншотила вот сейчас вот пожалуйста посмотрите все что там было это при том что в кадр не попало еще то большое качество людей которые там было так что у нас в этом обновление значит 1 обновленные юрвинские чистокровные начальные лошади потом куча как всегда исправление ошибок багов которые я зачитывать не буду вы всегда это можете посмотреть на официальном сайте старт и был вот ярмарка лошадей будет на этой неделе закрыта но на следующей неделе вы можете посетить и в магазине бесплатный магазин для лайф игроков то бишь для меня в том числе добавлена одна новая вещь интересная какая нагавки конечно мы их найдем я все жду бантик помните там я могу потом показать там в одной там короче бантик продавался вот он мне очень нравится и я уже жду когда добавят бантик на так очень симпатичные на дамочки очень даже мне нравится теперь перейдем к самому основу калаша как вы знаете обновили только вашу юринскую лошадь то есть не общую модель по всех лошади а только юринскую вашу чистоту не стоит я сюда поставлю установок заранее сниму с него уздечку и седло вы их потому что я вам в ожидании просто он так постоит так 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 иначе вот она вот она до конца не ну он вылитый ганаве таракенин прям вылитый прям вылитый и вылитый на кассе вот теперь ты правда похож на того коня в честь которого не тебя сделал из-за того что у меня к этому коню особая привязывается он был создан на основе коня на котором я в живую каталась детей он очень большой этот кони называли фаворит почему-то не решилась здесь коня так называть фаворитом не знаю к чему так были где-то штанишки нет где-то были и да у него уже шишки изначально были сделаны так что давайте посмотрим что за шишечки обновленные только для этих лошадей это шикарные шишечки это вот это настоящие шишечки не идеально в настоящем за густой гриве поставленный набор это все просто классные шишечки просто волшебство так и давайте у нас есть бесплатная возможность менять коня этого я делать не буду я просто вам покажу да вот стоит 300 скат и все это самый дешевый способ поменять лошадь я вам покажу какие окрасы как они сейчас выглядят потому что разработчики их кардинально переделали недействительно снять сняться снаряжение будет телевизор чего-то не меняется ну ладно так значит отдалить масть но мы повернем так чтобы было видно чудо есть есть еще вот такое чудо почему их нельзя покупать несколько лет купил еще любит это потом вот белоснёй и сын со всеми у моей подруги такая же она в восторге и теперь ее начинаю лошадь нравится потом вот мой серый яблок потом вот такой гнидой есть кстати так давайте помню это какой красавчик потому такой гнидой еще есть вот такой гнидой но оттенков гнидых я просто не знаю так вижу это или тоже не так наверное тоже гнидой вот такой вот гнидой рыжий я тоже уже рыжий можно считать да вот такой вот рыженький такой гнидой но я просто буду гриву делать под цвет мастер чтобы соответствовать вот такой вот коняшка тоже очень так вот так вот такой вот еще такой хорошенький в общем расцветки в масте точнее пастите смотрится очень классно абсолютно я просто мне нравится почему почему нельзя покупать почему у нас по лошади обязательно должна быть одна да также давайте внимательно посмотрим гриву то есть вот белая такая серая коричневая вот этот вот этот цвет грива который меня на старом типаже гриф точнее на старых типажах юнинских лошадей все это желтая грива но теперь я понимаю что она смотрится очень даже круто особенно вот этой лошади но вот этом к они вообще шикарно смотрятся там золотая и черная коричневая черная коричневая и рыжая и опять темная такая темно-серая штука да то более серый с коричневым а тут прям черно-серая значит вот такие масти мы отменяем конечно я не хочу утирать своего волшебного просто дорогого для меня коня вот он как таки не смотришь бы идти дайте давай грузись уже мы хотим на левочке посмотреть ну что так долго так значит шаг ну в принципе нормально правда задние ноги что-то как-то пластилиновые я бы сказала что может быть так надо я не знаю но в принципе если ну или какие-то пластилиновые все таки но если не смотрится то на мою то есть то есть просто волшебный надеялась я просто вчера видела как все досят села на трекина и расстроила то что я думаю что они переделали рейс трекина как у начальной лошади чтобы они потому что вы помните что это гейм сейчас просто возрастительная как маленького коня ну и у меня просто бочеки таки исправили рейс трекинский бар как манежный очень хороший прекрасный манежный голубчик а мне в принципе все устраивает и хвосток еще прям тоненький так так рядом голубь классно а если бы наверх ээээх не вырулись бы ну с корней классно торможение ну такое обычное типичное торможение так свеча классно суперская лошадь мне прям я восторг все я на ней теперь буду кататься и я ее даже одну буду корнить постоянно так а сейчас я демонстрирую вам на экране то как менялась юринская начальная лошадь с самого ее начала с 2011 по 2017 год она имела вот такую модельку и я ее терпеть за это не могла моделька для меня была настолько ломаной настолько я не знаю угловатой движение и все остальное что я просто я наверное из-за этого и не осталась в старстейле потому что я была ну мелкая я не знала вообще что такое оплата все такое что как это надо оплачивать и во вторых мне не нравилась моя лошадь вот а потом в 2017 году нам переделали всех юринских лошадей под вот эту модель точнее не только юринскую а во всех началах в принципе переделали под вот эту модельку моделька вышла очень удачной потому что она была очень милая все начали просто скупать этих начальных лошадок вот и спустя год наверное ну 2017 в 2018 году вот сейчас нам сделали вот эту обновленную модельку вы можете сами видеть как насколько кардинально лошадь менялась и не если вы сейчас посмотрите на вашу юринскую лошадь никто даже не подумает особенно из пришедших новичков что когда-то она была вот первым ряда так что как-то так поздравляю всех вас с обновленной гибельской лошадкой лошадь действительно достойная шикарная если вы еще постараетесь чтобы поиграться с матью и цветами лошадок то лошадь вообще может выйти просто на и шикарнейший я лично вообще очень рада и теперь эту лошадь я буду всегда очистить сама кормить и все такое делать за ней сама вот потому что у меня столько лошадей уход за ними очень тяжелое дело ну вот чисто за этой лошади приухаживать один раз в день мне точно будет не сложно спасибо вам за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии если вам понравилось это видео если вы хотите что-то предложить что я могу снять если у вас есть какие-то идеи для меня пожалуйста я жду ваши комментарии с вами была я Данали и мой старый добрый друг в новом виде небесной язвы всем до новых встреч пока 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 и